SCP-319 Поддержание внутренней постоянной температуры по всему объему камеры Под SCP-319 установлена система активного гашения колебаний Относительное положение корпусов SCP-319-1 Диаметры положения 319-2 Постоянно отслеживаются с помощью высокоточных лазерных дальномеров Отклонение любого образца SCP-319-1 От текущего положения на 0,01% или более А также увеличение размера-2 Или ее смещение более чем на 0,00% Считаются предпосылками к возможному осуществлению сценария гибель богов И указывают на вероятность события ЗК-0 В этом случае по всей организации вводится в действие протокол Омега-319 Который снимается только при возвращении-1 к оптимальным координатам И прекращении расширения или перемещения-2 Научное исследование SCP-319-1-2 проводится только с явного разрешения О5 Описание SCP-319 является механическим устройством Созданным примерно в 1894 году И состоящим из 12 взаимно сцепленных колец Собранных в корпусе сферической формы Диаметром 8 метров Кольца приводятся в движение электромоторами Имеется возможность поворачивать каждое из колец По любой оси независимо от других Предположительно данное устройство предназначено Для точного размещения 12 образцов-1 относительно друг друга С момента обнаружения SCP-319 кольца объекта не перемещались Практически все подвижки-1 связаны с тектоническими возмущениями И расширением и сжатием материала 319 От изменений температуры Согласно позиционному измерению Приливные гравитационные явления вызывают микроскопические подвижки Но на сегодняшний день они не выходят за пределы допустимого SCP-319-1 Общее обозначение для 12 образцов минерала Закрепленных на SCP-319 Каждый из образцов практически полностью заключен в корпус Из латуни, меди и стекла В каждом корпусе имеется одно отверстие Диаметром 12 мм Направленное в центр SCP-319 Ко всем корпусам подведена усиленная проводка Формирующая замкнутую цепь В которой последовательно подключены все образцы-1 Установлено, что в этой цепи течет постоянный ток Силой 50 А Однако внешнего источника питания не наблюдается Обозначение-2 относится к области вакуума диаметром 2,561 м Находящаяся в подвешенном состоянии внутри SCP-319 Похоже, что энергетический уровень-2 ниже, чем у окружающей Вселенной Разница в физических константах между этой областью и окружающей Вселенной Приводит к тому, что материя и энергия Аннигилируют при попадании в область Из-за несовместимости квантовых структур Согласно имеющейся теории Существование-2 должно послужить катализатором Для событий вакуумной метастабильности Вследствие чего область-2 начнет расширяться со скоростью света И понизит энергетический уровень окружающей Вселенной до своего Такой сценарий имеет классификацию перебоя реальности ZK-0 Вселенная не прекратит своего существования Но перестанет быть способной поддерживать не только жизнь в привычном нам понимании Но и химию в привычном нам понимании Похоже, что разрастание-2 сдерживается очень точно размещенными вокруг нее-1 В пользу этого говорит и тот факт Что все известные нам смещения-1 приводили к разрастанию-2 на различные объемы За последние 50 лет смещение-1 из-за вибраций и перепадов температур Привело к разрастанию-2 на метров Можно экстраполировать, что при нынешних темпах роста Условия содержания будут нарушены через лет Когда край-2 дойдет до внутреннего кольца SCP-319 Приложение Выдержки из дневника сэра Бендона Лоуха Цмита Обнаруженного вместе с SCP 12 августа 1893-го К вящему своему удивлению Услышал новости по ссылке из Англии Похоже, что мой соперник сдержал слово И выполнил условия нашего спора Сдается мне Слова Лорда Сказанные полгода назад в клубе Первооткрывателей Не были пустым бахвальством И теперь ради спасения репутации Предстоит сдержать слово и мне 5 августа 1893-го Образцы просто превосходны Хотя резьба на них столь тревожна Что к ней малоприменим термин превосходны 10 образцов вдобавок к 2-м Что я заполучил ранее Если Лорду Встретилась хотя бы половина тех препон С которыми довелось столкнуться мне Следует мне принести ему извинения Пусть даже и после того, как я вернусь из своего похода 8 сентября 1893-го Успех Долгие годы по изучению сих идиозных культов Принесли свои плоды Как я и подозревал Эти камни Не просто идолы, которым поклоняются племена дикарей Экзотическое происхождение материалов И рассказы о том, что они пришли с небес Наводят меня на мысль Что в них скрыто нечто большее Мне отчасти кажется почти богохульным Что рука какого-то древнего человека Осмелилась исквернить сей материал Придав ему столь нечистые формы 2 ноября 1893-го До решения все это время было рукой подать Потенциал светящихся камней отрицательный А если их заменить Он меняется на положительный Простой медный корпус К одному концу которого Приделана ртутная трубка Может вызывать в камне достаточный ток Чтобы питать и сам камень И окружающий механизм 10 января 1894-го Рабочие ушли из пещеры Машина готова Сегодня установлю камни Скоро моя нога ступит дальше Чем мечтал ступить на бой член клуба первооткрывателей Даже лорд 30 января 1894-го Сегодня я отворил дверь за пределы нашей вселенной Я исследовал десяток извращенных культов Это дало мне возможность Изыскать точное местоположение камней Дикари своими зубилами Делали из них слабые подобия своих божеств А я, сэр Брэндон Лоухетт Смит Шагну через порог Чтобы лично поздороваться с богами Отложив перо Я надену свой защитный костюм Я пройду через шлюзы В безвоздушное пространство подземелья Где ждет меня черная дверь Когда же в следующий раз Мое перо коснется этих страниц Я буду тем человеком Который шагнул дальше Чем кто-либо на этой земле Дальше Чем даже добрый лорд Последняя запись Конец дневника Всем тихой ночи Только что мы с вами прочли Один из документов фонда На первый невнимательный взгляд Может показаться Что это просто очередная страшная штука Которая угрожает миру Но на самом деле Текст документации Скрывает несколько загадок Начнем с самой простой из них В объекте SCP-319 Много раз упоминается Некий лорд С которым соревнуются Создатели этого объекта Конечно же это лорд Блэквуд Известный фонду как SCP-1867 Видео про него Кстати было в этом же формате Сначала чтение объекта А потом объяснение Лорд Блэквуд Известен в мире SCP тем Что побывал в десятках Если не сотнях Самых разных миров И в них совершил Множество эпичных подвигов Видя все это Некий Бэндон Лоухат Смит Решил перещаголять Знаменитого Блэквуда И посетить такие измерения О которых тот не мог даже мечтать Для этой цели он и создал SCP-319 Вот только SCP-319 Оказался совсем не порталом В иной миры И незадачливый путешественник Просто перестал существовать Перестала существовать Сама материя Из которой состояло его тело Вторая загадка объекта Это из чего был сделан механизм В объекте упоминаются камни Обладающие мистической силой Которые легли в основу устройства Эти камни Бэндон добыл У дикого племени Позже их смог добыть и фонд В 50-е годы 20 века Правительство США проводило Какие-то военные испытания Для чего был выбран остров Населенный диким племенем После его отселения На острове был найден метеорит Которому дикари поклонялись И этот кусок космического камня Оказался настолько необычным Что его немедленно захватил фонд SCP И вывез на одну из своих подземных баз Где присвоил номер SCP-435 Необычного в этом метеорите то Что над ним висит многомерная сущность Визуально похожая на сложный фрактал Допрос представителя дикого племени показал Что согласно их мифологии Многомерная сущность является проявлением В нашем мире божества Называемого Творцом Тьмы И это проявление привязано К упавшему с неба камню Бэндон считал Что разместив осколки метеорита К которым привязано многомерное существо Определенным образом Он создаст переход в уны и миры Но вышло нечто иное Что же создало устройство Бэндона Это третья загадка объекта И ответ на нее чуть тревожнее Чем может показаться на первый взгляд SCP-319-2 Описывается как область пространства В которой энергетический уровень ниже Чем в нашей вселенной И если удерживающая эту штуку Устройство сломается Тиро-2 начнет расширяться Устраивая по пути конец света Кто-то может сказать Мол очередная штука Которая угрожает сломать всю вселенную Какая скука Однако концепция эта очень интересная И интересного в ней то Что это явление Которое теоретически Может существовать в реальности Называется это дело Область сложного вакуума В общем я не буду тут делать вид Что что-то понял Про квантовые поля И фундаментальные частицы Скажу лишь Что теоретическая физика Вполне допускает существование Такого объекта Объекта Который представляет собой Область пониженного Энергетического уровня И эта область Может начать расширяться Возможно даже Со скоростью света Делая само существование Знакомого нам мира Внутри нее невозможным В выпуске научного журнала Nature за 2005 год Разрастание ложного вакуума Описывается как один из Возможных сценариев Конца света Быть может Области ложного вакуума Существуют только в теории И являются чисто Теоретическим построением А может быть уже созданы В какой-нибудь лаборатории Кто знает Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok